Выбрать школу нельзя. Распределение в первые классы идет согласно прописке. Поэтому желание родителей отдать ребенка в конкретную школу не всегда может быть удовлетворено. А вот семье Тимощук повезло. Попали куда хотели. Заявлением тянуть не стали, принесли в управление образование с самого начала приема. Документы приняли без проблем и даже поинтересовались о предпочтениях относительно будущего классного руководителя. Но не все остаются довольны распределением. Большой ажиотаж в городе сложился на места в единственную начальную школу при лицее номер два. Сюда хотят все, здесь не боятся экспериментировать с образовательными программами. И в целом все ориентировано конкретно на учащихся младшего звена. Во всех остальных школах первоклассникам приходится делить внимание педагогов со старшими ребятами. Но это совсем не значит, что остальные школы хуже. Однако при большом желании можно попробовать получить место по предпочтениям. Но придется подождать особых условий. Город весь распределен по микрорайонам образовательным. И по закону об образовании мы обязаны сначала предоставить места территориальной близости. Поэтому мы это исполняем. И только с 1 июля на свободные места будут зачислены дети по желанию. Это происходит по всей России. Тестирование для зачисления в первый класс не требуется. Более того, оно запрещено. Дополнительно экзаменуют только шестилеток, если родители вдруг решили отдать ребенка пораньше. Так что в школу пойдут все, кто подходит по возрасту. Тестировать могут сами образовательные учреждения только при распределении на классы. Есть школа с углубленным изучением языка. Вполне вероятно, они могут отобрать один класс более хорошо подготовленных детей к школе. Такое тоже вероятно. Это нужно ознакомиться с правилами школы. В каждой школе правила зачисления в лидеры может быть разные. В 2016 году управление образования отправило в школы района 505 первоклассников. В этом планируется еще больше. И несмотря на номер образовательного учреждения, каждый из них получит качественные знания.